Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как понять, какая работа мне подходит? После невроза не могу работать, точнее я хожу на работу, стараюсь сделать ее хорошо. Но я ее ненавижу, хожу туда как на каторгу. Перед каждой сменой не могу уснуть, дома злая, нервная, все раздражает. Я понимаю, что, наверное, если я уволюсь, на другой работе будет то же самое, все дело в моей голове. Я все время думаю о работе, пытаюсь что-то придумать, чтобы работалось лучше. Сейчас стало понимать, что не хочу выходить из дома, если бы была возможность работать на дому, я бы была бы счастлива. Только где ее найти? Вообще, в последнее время не хочу ни с кем общаться, когда мне звонят, не хочу брать трубку. Для меня счастье, когда меня никто не трогает, когда я одна смотрю телевизор или занимаюсь домашними делами. Единственные люди, которые мне не мешают, это мои дети. Муж, подруги, родители, не хочу их видеть, общаться с ними. И все это началось, как только я вышел на эту работу. Не понимаю, есть ли связь между работой и моим неадекватным состоянием. Ну, у вас здесь, как бы, три основных аспекта, да, невроза, работа и вот нежелание с кем общаться. Нежелание общаться с кем-то. Понятно, что это, скорее всего, связанные между собой вещи, вот, в том смысле, что, ну, есть, скорее всего, связь. И, наверное, наверное, связь есть прямая, да, вот. Первое, на что, вот, хочется обратить внимание, да, и первое, собственно, о чем хочется вас спросить, Это, пожалуй, про то, а зачем вообще вы работаете? Ну, то есть, вот, для чего вам вообще работа-то нужна? То есть, вы зарабатываете деньги, пытаетесь заработать деньги, чтобы, ну, чтобы, чтобы шипел. Зачем? Для чего вы это делаете? Для чего вам вообще работа-то, вот. Это, вот, знаете, такой, вот, как мне кажется, важный момент. Вот. У вас, как будто бы, нет цели. У вас, как будто бы, нет цели, у вас, как будто бы, нет... Ну, видимо, вот, перед собой, да, чтобы вы прям видели. Зачем? И... Что вы, как будто бы, ну, получите, вот, чтобы получите работа. Вот, это, такой, пожалуй, аспект, да, он, само собой, не самый, не самый, этот аспект, приятный, само собой. А, потому что он, как бы, ну, ставит, перед, ставит вас, вот, перед, эм... Таким неким решением перед неким вызовом, на который вам нужно ответить. Но, как мне кажется, это очень важный момент, очень важный момент, как мне кажется, для вас, потому что без цели не совсем понятно, зачем работать. Следующий аспект, на который хочется обратить ваше внимание, следующий аспект, это просто у меня такое ощущение, что вы от всех устали. Да, вот вы просто, вот мягко говоря, задолбались, да, вот, не случайно, не случайно вы устали ото всех. На мой, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот, вы как будто бы вот всем пытаетесь угодить, да, как будто бы вот всем пытаетесь, значит, заслужить к себе хорошее отношение. Вот, ну, через работу, такое ощущение, по крайней мере, у меня есть. Вот, такое ощущение, такое чувство у меня есть. А это не получается у вас, ну, просто вот не получается, да, и вы разочаровываетесь, как бы, и, соответственно, нет мотивации, вот, чтобы дальше делать. То есть, такое ощущение, что не сама работа вам нужна, а вот это вот, чтобы лучше работало, да, лучше работало зачем. И если такую вот параллель проводить, то довольно легко увидеть, что вы вышли на работу, вы увидели, что не получается как-то вот о себе заявить, да, не получается как-то вот. Или не получается, или очень сложно, очень тяжело. Очень тяжело вам это дается, и, соответственно, никогда плачет. А по-другому, вот, ну, как бы, да, вот, ну, другой способ, вот, другой способ, вот, ну, сделать вот что-то, что-то для себя. Как по-другому сделать, что-то для себя, вы, вот, в принципе, ну, не знаете, вот, получается, ну, получается так вот, что нет у вас, вот, ресурсов, ну, ресурсов, как бы, понимаете, да? О чём, о чём, о чём идёт речь. Вот и в итоге, получается, заново круг. То есть видеть, ну, как бы, видеть своих близких, например, например, вы не можете, потому что, вот, как раз, не получается, по вашему мнению, оправдать их ожидания. То есть, как будто бы, вот, вы боитесь, что будете, вот, не нужны, если, вот, не будете работать. И, как бы, отсюда, вот, такая, получается, неприятная история. Как мне кажется, по крайней мере. Ну, так это выглядит. Так это выглядит. Я не претендую в данном случае на истину. Вот. Ну, это, на самом деле, очень тяжело. Работать в таком напряжении. Вот. Вот. Ещё один важный момент. Это наличие у вас неврозы и отношения, вот, в принципе, с вашими близкими, вашими, вот, как вы устраиваете с ними, с ними отношения, вот. Ну, какого рода отношения вы с ними выстраиваете, вот, если выстраиваете. То есть, доверительны ли это взаимоотношения или нет, вот. Так это, на мой, на мой, на мой, вот, скромный взгляд, такая вот проблема у вас. Понятно, что вас беспокоит невроз, о котором вы говорите. И вы говорите, что именно вот после неврозы у вас, ну, возникло вот такое состояние. Ну, и вот сказать, что, наверное, он у вас прошёл, да, что у вас, его у вас больше нет. Ну, наверное, наверное, нельзя. Вот. Понимаете, да, о чём, о чём идет речь? То есть, нельзя в данном случае, вот, как бы сказать, что у вас больше нет неврозы. Скорее всего он у вас продолжает быть, вот, скорее всего он у вас продолжает присутствовать, только вот в данном случае, вот, не совсем ясно, по поводу чьи, ну, по поводу чего. Так, то есть, вот, с чем, ну, с чем, с чем связано, вот, такое вот ваше невротическое состояние. Соответственно, надо бы вытащить причину невроза, вот, в первую очередь, а дальше уже смотреть, освободить вас от него, вот, и, как бы, на мой взгляд, вам это более чем, ну, более чем поможет, более чем сможет помочь, вот, вот как-то так, я думаю, здесь. Все это сейчас на вас давит, все это сейчас как-то вот вас подавляет, и, соответственно, никаких желаний у вас нет. Ну, было бы странно, на мой взгляд, да, если бы они были у вас, вот, ваше желание, я имею ввиду. Поэтому, мне кажется, что последовательно, последовательно нужно решать проблемы. Одно вытекает из другого, вот. Вы же, как мне кажется, пытаетесь все сразу решить, вы пытаетесь все сразу сделать, вот. Так не бывает. То есть, нужно себе предъявлять какие-то, на мой взгляд, адекватные требования, вот. А сейчас, вот, так получается, что требования у вас, вот, к себе, ну, не совсем адекватные, к сожалению. И это, мне кажется, является одной из основных проблем, вот. Что у вас могут быть, нам, ну, по моему мнению, да, вот. То есть, я, вот, в данном случае, наизвину, наизвину не претендую, вот. Ни в коем случае. Вот. Поэтому, есть что-то, что мешает вам работать. Вот. Вы, может быть, через, вот, такой внутренний конфликт, вы, позволяете себе не напрягаться, позволяете себе, как бы, ну, быть, быть расслабленной, вот. А в другом, ну, в других, ну, в других случаях, да, при, при других, ну, моментах, при других аспектах, допустим, ничего такого не получается у вас. Вот. И. И. И все. Вот. Поэтому, я думаю, какой-то такой ответ вам можно дать. С точки зрения, вот, психологии, вот, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моего опыта, и так далее. Вот. Решать вам? Вне всякого сомнения. А, ну, 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 на мой взгляд, да, решать вам. Конечно. Вот. То есть, вы сами решаете, как вам действовать, вы сами решаете, как вам действовать, вот, ну, я бы, вот, подумал, бы, о, именно, ну, именно психотерапии. Вот. То есть, вот, потому что невроз, он, вот, и сам по себе, да, он, как бы, вот, не рассосёт. Невроз, он сам по себе не уйдёт, к сожалению, да. Вот, поэтому, если бы это было, ну, так, вот, то не было бы, не было бы у вас сложностей, вот, не было бы у вас трудностей и так далее. Вот. Понимаете, да, какая штука здесь? Поэтому подумайте, пожалуйста, об этом, вот. 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 Ну, именно, вот, о том, о чём я говорю. И постарайтесь для себя, ну, ну, принять решение, наверное. А мы вам в любом случае поможем. Вот. Во всём, что касается этого решения. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь с вашим, по моему ответам. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Это позволит вам сделать какие-то, вот, ну, первые шаги. Вот. И дальше, дальше, я думаю, всё пойдёт уже по нарастающей. Вот. То есть, как бы, ну, дальше уже вы сами просто для себя сможете увидеть, вот, ну, по пути, пути решения, пути решения, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, такой ответ, на мой взгляд, так вам можно ответить. Я, как бы, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Обращайтесь за помощью, не задерживайтесь, не затягивайтесь с обращением. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго.